Впервые за все время съемок программы «Семья вместе» наши герои пригласили нас не к себе домой, а в творческую мастерскую. Мартышевы – художники в нескольких поколениях. О том, как живет творческая семья, расскажем в новом выпуске. Меня зовут Анастасия Кабанова. Давайте знакомиться с нашими героями. Любовь к искусству Мартышевых передается по наследству. Начало положили старшие члены семьи – Ольга Алексеевна и Евгений Иванович. Два творческих сердца вместе свела Москва. Оба учились в художественно-промышленном училище имени Калинина. После свадьбы Евгений Иванович вместе с женой уехал на родину – в Череповец. Теперь это и моя родина, потому что здесь уже очень много лет прожито. И друзья, родные, знакомые все из Череповца. В Череповце начался новый этап жизни молодой семьи. Появились дети Елизавета и Яков. И, как это часто бывает, вслед за родителями они потянулись к кистям и краскам. Родители, поскольку художники, они решили, что нужно научить, по крайней мере, тому, в чем сами профессионалы. Поэтому начал я учебу в художественной школе. Параллельно спортом занимался. Дети наши тоже закончили наш университет, художественно-графический факультет. И дочь тоже самое. Потом уже разрослись семьями. Наш сын, тоже обучаясь на художественном факультете, в университете, повстречал Любу, Любочку нашу. Она очень тоже способная, творческая личность. Мы вообще-то с Любой еще и в школе, оказывается, в одной училище. Вообще о Яше я узнала из газеты. Раньше была газета, по-моему, «Речь или коммунист». Я на первой странице увидела фотографию молодого человека, стала смотреть, значит, прочитала. Оказывается, он еще учился в 19-й школе. Я тоже в 19-й школе училась. Мы, оказывается, в параллельных классах учились. И потом глянула. А потом уже оказалось, что мы поступили в университет наш. В одной группе учились. В одной группе. У меня семья не художников, у меня мама врач по образованию. С года я брала ручку и рисовала на линолеуме. Такие круги выводила очень красивые. И поэтому она заметила, что я как-то, наверное, Люба будет художницей. Состоять одновременно в творческом и семейном союзе не всегда бывает легко, отмечают художники. Художнику нужно личное пространство определенное, чтобы где-то он наедине был, где-то, наоборот, чтобы совет дать какой-то вид со стороны зрителя, оценить. Поэтому это неоднозначно. Здесь нас объединяет мастерская, в которой мы вместе работаем. Здесь к творчеству приучали уже младшее поколение. Дочь Дарья вспоминает, в детстве часто приходилось позировать для картин родственников. Что папа, что дедушка очень любят фотографировать меня, рисовать. Постоянно как-то вот тут вот встань, я сейчас сфоткаю, вот тут вот встань. С дедушкой я рисовала, у него в мастерской, с папой рисовала. Когда маленькая была, мне очень интересно все это было. По стопам родителей Дарья и ее брат Алексей не пошли, выбрали свое направление. Тем не менее, оно тоже связано с творчеством. Дарья отлично танцует и планирует развиваться в этом направлении. Алексей совмещает творчество, спорт и сложные науки. Сейчас он заканчивает университет по направлению мехатроники и робототехники. Стану бакалавру в этом направлении и попробую поработать на заводе на нашем Северстале технологом-программистом или конструктором. Мы очень гордимся, что Леша достигает успехов в режиссуре, в спорте. Сейчас, конечно, у него напряженный период, отчетный, так сказать, закончить нужно. Но мы надеемся, что все будет. Бог в помощь. Собрать семью художников вместе – задача не из простых. У людей творческой профессии работа кипит даже по выходным. Однако все члены семьи любят путешествовать вместе. Мы наведываем, ежегодно стараемся наведывать Дивеева монастырь, потому что близ Дивеева располагается Дзержинск, родина. И вообще под самим Дивеевым родина моего дедушки. За годы жизни в Череповце творческая семья добилась значимых успехов. Евгений Иванович – заслуженный художник России. Его жена Ольга Алексеевна, сын Яков и невестка Любовь – члены Союза художников России. Мартышевы постоянно участвуют в выставках. Ольга Алексеевна и все ваше прекрасное семейство. Благодарю вас за воспитание в нас чувства прекрасного, чувства вкуса к окружающему, трепетному отношению к природе. А тот поразительный факт, что у вас вся семья художники, полагаю, не без основания, что такое не только в городе, в области, но и в масштабе и всей России случай уникальный.